Здравствуйте! В эфире «Факт» в студии «Лиза Цакеева». Президент Нурсултан Азарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Нурсултан Азарбаев подчеркнул необходимость обеспечения стабилизации инфляционных процессов до конца текущего года, недопущение резких колебаний обменного курса национальной валюты и активизации кредитования экономики банками второго уровня, говорится в сообщении на сайте Ахорды. В ходе встречи президент заслушал отчет главы Национального банка за прошлый год. Акишев отметил, что прошедший год выдался непростым для казахстанской экономики, в связи с чем была коренным образом изменена денежно-кредитная политика. Ну и по итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. За четыре дня работы колл-центра комиссии по земельной реформе поступило более 700 звонков со всего Казахстана, сообщил первый вице-премьер Бахаджан Сагентаев. По завершении трех-четырех заседаний мы планируем выехать во все регионы, будем работать со всеми общественными советами, со всеми общественными организациями регионов и по итогам будем формировать окончательное предложение с тем, чтобы потом можно было внести на рассмотрение в парламент, добавил Сагентаев. Новый мегапроект развития Евразии может стать драйвером экономического развития государств, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перспективным направлением сотрудничества евразийских государств представляется установление связи между отдельными интеграциями и инфраструктурными мегапроектами. Одним из примеров такого подхода является вопрос сопряжения ЕАЭС с инициативой наших китайских партнеров о создании экономического пояса шелкового пути, сказала Матвиенко, выступая сегодня в Петербурге на международном форуме «Евразийская экономическая перспектива». Этот проект, отметила Матвиенко, предполагая создание интегральной транспортной системы, которая соединила бы Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Америку. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приостановила с 13 мая ввоз на территорию России животных и продукции животного происхождения без термической обработки из Казахстана из-за пастерилеза, сообщает Интерфакс. По информации замначальника пограничного контроля управления Россельхознадзора по Челябинской области Марина Смородина. По словам Смородина, вспышки пастерилеза и массовый падеж животных зарегистрированы в Аксюбинской области. По данным администрации Хабдинского района в местном поселке Алия, из-за болезни забито 157 голов скота. В настоящее время в поселке ведется комплекс оздоровительных мероприятий. Против пастерилеза вакцинировано свыше 1 тысячи голов крупного и почти 4 тысячи голов мелкого рогатого скота, продезинфицированы дворы. Сейчас реклама, после мы продолжим, оставайтесь с нами. В эфире выпуск новостей. Продолжим электричество из мусора. В Ак-Тубе планируется открыть завод по переработке отходов. Сегодня свой бизнес-план заместителю Акима города представили руководители голландской компании по утилизации мусора Рентех Биви. Так, конвейер по трансформации отходов сначала в газ и твердое горючее топливо, ну а затем в электроэнергию будет установлен возле нынешнего свалочного полигона прямо на въезде. Если это будет в ближайшие 2-3 месяца, мы можем еще успеть пустить завод в начальную эксплуатацию и конец следующего года. И общий объем мы рассчитываем, конечно, 200 тысяч тонн. Даже по последним данным я вижу, есть какой-то спад, я надеюсь, это как-то в флюктуации, но по темпу роста города, по темпу роста населения и потребления, эти 200 тысяч, мы думаем, в такой средний срок, он, 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 по словам представителей голландской компании, в результате сжигания почти 200 тысяч тонн мусора ежегодно будет вырабатываться около 12 мегаватт электроэнергии. В объеме общего потребления по городу это очень значительное количество энергии. Тем не менее, основной целью размещения завода на территории свалки остается утилизация отходов как можно более экологичным способом. И, по словам Замакима области Галии Скалиева, предложение европейских бизнесменов вполне приемлемое для нашего города, тем более, что созданный в 2007 году и рассчитанный на 25 лет свалочный полигон уже заполнен наполовину и сейчас для продления срока его функциональности. Необходима срочная рекультивация городской свалки. Ну и власти города намерены пожертвовать частью карагачей, которые растут напротив Центрального парка имени первого президента. Предполагается, что на расчищенной площади появится громадное здание, под крышей которого разместятся дворцы молодежи и бракосочетания. Ну а взамен вырубленных карагачей Акимат обещает в три раза больше посадить деревья в других частях города. Кризис октябинским властям не страшен. Крупные инвесторы, в том числе и иностранные, пожертвовали городу миллиарды. Пока озвучена сумма в размере более двух миллиардов тенге. Эти деньги предполагаются направить на строительство спортивных, культурных и социальных сооружений. К примеру, уже в следующем году в Октюбе будет еще один современный спорткомплекс. Параллельно власти ведут переговоры с владельцами дворца спорта Коныс о передаче объекта на баланс государства. Не за горами презентация еще двух дворцов – бракосочетания и молодежи. Местом их строительства выбрана площадь напротив Центрального парка. Многолетние карагачи для этого даже решено вырубить. Нашим специалистам отдела ЖКХ участок уже обследован. Сколько деревьев попадает, сколько сухостоев, сколько, каких пород деревьев попадает. В основном это карагачи. Но мы задачу перед подрядной организацией поставили. Постановление будет в трехкратном размере. И будут деревья, которые хорошие, так скажем, бить дает. Ель, сосны, клем. Такие хорошие породистые деревья будут сажаться. Новые объекты по плану должны заработать в ближайшие два года. Уже определены фирмы, которые займутся их возведением. На сегодняшней встрече по этому поводу, прошедшей в горе Кемате, также было отмечено ликвидацией ряда автостоянок. Речь идет о тех, что рядом с некоторыми школами. Выяснилось, что один из запланированных спортивных объектов будет возведен рядом с общеобразовательным учреждением. Поэтому там также начались подготовительные работы. Акмарал Майкуз, Валимжан Молдабеков, программа «Факт». В организованный актюбинскими властями колл-центр по разъяснению норм земельного кодекса пока поступают звонки, касающиеся исключительно очередности выдачи участков. Об этом стало известно сегодня на встрече по разъяснению положения нашумевшего закона. В частности, с 11 мая по сегодняшний день поступило более 200 вопросов. Продолжение темы в следующем материале выпуска. Тема аренды и продажи земли по-прежнему актуальна в обществе. Своё мнение по этому вопрос актюбинцы уже выразили в конце апреля. Люди вышли тогда на мирное собрание, которое более чем ясно показало. Земельный закон люди практически не знают. Тем временем эксперты отмечают, со временем казахстанцы станут не только земледельцами, но даже и фермерами. Вопрос приобретения земли – то же самое, что и приватизация, а также легализация жилья и придомового участка. Всё это теперь чиновникам наказано донести до народа в доходчивой форме. Сейчас задача номер один – объяснить народу о нормах земельного законодательства. Люди на селе хотят приобрести земли, но они не знают, что с ней за тем делать. Ссылаются на нехватку опыта и средств, хотя имеют желание заниматься земледелием. Необходимо поэтому рассказать о программах по поддержке аграриев, а также субсидировании. На сегодня в нашей области возвращено государству более 1 миллиона 750 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Большая часть этих участков уже обрела новых хозяев. В то же время с июня этого года на аукцион предполагалось выставить 186 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей. Но после общественного резонанса, вызванного новым земельным законом, аукцион отменили. Зато активно будут выдавать участки под ИЖС по 10 соток до конца года 10 тысячам актюбинцев. Параллельно в регионе будут работать группы по разъяснению норм земельного закона. А в областном управлении по земельным отношениям горячая линия. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Актюбинские КСК активно облагораживают свои территории в рамках двухмесячника по очистке города. Руководитель отдела жилищной инспекции Актюбе Жулдосбек Бесембин рассказал о работе по уборке придворовых территорий, состоящих на балансе местных жилищных кооперативов. Так, по словам руководителя госучреждения, силами городских КСК в этом году посажено более двух тысяч деревьев. Это первобытные люди. Накануне их можно было увидеть и даже сфотографироваться с ними на площади перед музеем искусств. Неравнодушные к прошлому и цивилизации актюбинцы могли ознакомиться с культурой и бытом каменного века. Кровеческий музей оживил и экспонаты из зала космонавтики. Несмотря на то, что музей как бы некоторое время сейчас не работает, мы не остались в стороне. В этом году большой юбилей. 55 лет с того самого дня, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые полетел в космос, человек уже бороздил в космосе, так скажем. Но еще это не все. 25 лет тому назад полетел наш первый казахский космонавт Тухтар Аубакиров. Это был не только первый казахский космонавт, но он стал и первым среди тюркоязычных народов. А еще наш земляк Виктор Иванович Пацаев, который родился в Октябрьской области, вырос. Он полетел в космос в 1971 году, ровно 45 лет назад. То есть этот год юбилейный полностью для космонавтики. Впервые акция «Ночь в музее» состоялась в 1997 году в Берлине и молниеносно распространилась по всему миру. Присоединился к движению и Казахстан. Основная цель акции – привлечение внимания общественности к музеям как к одному из главных культурно-образовательных явлений. «Ночь в музее» призвана не просто продемонстрировать исторические, археологические, этнографические коллекции, но и стать платформой для образования самопознания. Посетители остались очень довольны, поскольку были спортивные сюрпризы с элементами неожиданности. В целом акция «Ночь в музее» была насыщенной, интересной и увлекательной. Каждый Октябрьский музей организовал собственную площадку. Это художественные фото, выставки, театрализованные представления, ярмарка, продажа ювелирных изделий. Как и планировалось, праздник продлился до полуночи. В честь Международного дня музеев октябрьские хранители истории решили удивить горожан. Накануне с 8 часов вечера и до поздней ночи были открыты двери музея искусств. Здесь в экспонаты представили практически все городские музеи. Акция продемонстрировала богатое культурно-историческое наследие Октябрьской области. Это первобытные люди. Накануне их можно было увидеть и даже сфотографироваться с ними на площади перед музеем искусств. Неравнодушные к прошлому и цивилизации, октябрьцы могли ознакомиться с культурой и бытом каменного века. Кровеческий музей оживил экспонаты из зала космонавтики. Несмотря на то, что музей как бы некоторое время сейчас не работает, мы не остались в стороне. В этом году большой юбилей. 55 лет с того самого дня, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые полетел в космос. Человек уже бороздил в космосе, так скажем. Но еще это не все. 25 лет тому назад полетел наш первый казахский космонавт Тухтар Аубакиров. Это был не только первый казахский космонавт, но он стал и первым среди тюркоязычных народов. А еще наш земляк Виктор Иванович Пацаев, который родился в Октябрьской области, вырос. Он полетел в космос в 1971 году, ровно 45 лет назад. То есть этот год юбилейный полностью для космонавтики. Впервые акция «Ночь в музее» состоялась в 1997 году в Берлине и молниеносно распространилась по всему миру. Присоединился к движению и Казахстан. Основная цель акции – привлечение внимания общественности к музеям как к одному из главных культурно-образовательных явлений. «Ночь в музее» призвана не просто продемонстрировать исторические, археологические, этнографические коллекции, но и стать платформой для образования самопознания. Посетители остались очень довольны, поскольку были спортивные сюрпризы с элементами неожиданности. В целом акция «Ночь в музее» была насыщенной, интересной и увлекательной. Каждый актюбинский музей организовал собственную площадку. Это художественные фото, выставки, театрализованные представления, ярмарка, продажа ювелирных изделий. Как и планировалось, праздник продлился до полуночи. На сегодня все. Спасибо за внимание. До встречи.